Еще раз быстро напомню про конкурс. Сотни тысяч раз мы слышали, что в одежду казахстанского производителя одеться невозможно. Но сегодня я развенчал для себя этот миф. Как вы видите, с головы до ног на мне продукция Мэдденький Зет. И скажу я вам, мне весьма комфортно. Да и оформление очень оригинальное. Ассортимент товаров действительно удивляет. Найти здесь можно абсолютно все. Начиная от головного убора, заканчивая сельхозпродукцией. Самый главный критерий важен, чтобы был отечественный производитель. Также мы делаем большую марку на то, чтобы цены были ниже тех, которые стоят в других бутиках. Цель нашего магазина это то, чтобы сделать казахстанский продукт модным и доступным. Мы находимся в золотом квадрате. И аренду вытягивать очень тяжело. Мы делаем маленькую наценку на нашу одежду. И поэтому, когда услышали, что аренды здесь нет, мы, конечно, это очень приятная новость была. Платить, разумеется, все же придется. Определенный процент с продаж. Но есть и абсолютно бесплатные предложения для казахстанских предпринимателей. К примеру, реклама. Видеомагнат Арман Джамбайтасов готов помочь в раскрутке отечественных брендов. Предоставить свои медийные возможности. Телеэфир, радиоэфир, страницы журналов, страницы своих сайтов. Для того, чтобы рассказать о казахстанской продукции, о казахстанских предпринимателях. Благодаря, может быть, вашей публикации, даже на своей странице в Фейсбуке, кто-то найдет партнеров, кто-то найдет поставщиков. У кого-то, может быть, появятся дополнительные связи для того, чтобы развивать свой бизнес. Господдержка также чувствуется, говорят начинающие предприниматели. Помимо льготных кредитов, это целые консультационные отделы. Крупнейший расположен на базе Национальной палаты Атамикен. Начинающие предприниматели приходят и им сначала рассказывают, что такое бизнес. В какой форме он существует, как его создать, как его открыть, какие есть риски. После этого, когда бизнес уже открылся, он может прийти повторно на вторые курсы, где ему расскажут более подробно, в каких направлениях можно развиваться, с кем можно заключить партнерские соглашения, на какой рынок можно реализовать свою продукцию. Более двух миллионов казахстанцев на сегодня считаются самозанятыми. Некоторые, правда, не зарегистрированы в качестве предпринимателей. Но в последнюю очередь, из-за незнания, говорят, дешевле работать в тени. Но большая часть продает свою продукцию в комфортных магазинах. Некоторые, как выясняется, без арендной платой, а другие спешат за бесплатной рекламой.